6 лет длится история миловского парка 6 лет не могут достроить этот гигантский жилой комплекс вроде как при утихла вся эта история перед выборами ради хабирова много чего наобещали но прошел почти год и дольщики миловского парка внезапно вышли на бессрочную акцию они организовали палаточный лагерь и вот мы сегодня едем к ним посмотреть и послушать что они хотят как они видят ситуацию почему они перестали верить всяким гайсиным всяким фондом и прочим представителям властей и чего сейчас они добиваются чего хотят и как видят развитие событий и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 как бы рекламировать, потом, ну, тот же самый Ковшов, который был замглавы Уфимского района в определенный момент, а потом перешел в госстрой, который непосредственно, ну, вот, как бы завязан, да, на эту стройку. Вот вам не кажется, что эти люди тоже определенным образом участвовали в этих процессах, и было бы полезно поинтересоваться их ролью? Да, как бы тоже, ну, действительно интересно. То есть, Хамитов действительно открывал Миловский парк, как бы не все повелись на эту рекламу, то, что, ага, президент рекламирует, значит, все будет в порядке, это точно, сто процентов, да. Это же очень закономерно, действительно. То есть, вот мы, можно сказать, и клюнули на эту удочку, то, что, ну, как бы все серьезно, как бы, и хорошая, как бы, природа, все вот это, и купились на это вот, и окей. Насколько вы понимаете, что все это время вас обманывали, так или иначе вводили в заблуждение, там, давали какие-то пустые обещания перед выборами, там, то Путина выбирали, то Хабирова выбирали, все это было очень интенсивно, вам все обещали, лишь бы только не было какого-то бунта. Вот теперь, каково ваше представление о том, насколько можно верить властям, и насколько они опять будут вас уговаривать, лишь бы, вот, сейчас вот у нас голосование по Конституции на носу, да, вот насколько это может быть или не может быть связано с этим процессом? Ну, действительно, обещаний-то много, это пустые слова, можно сказать. Приезжают, уговаривают, как бы, ну, может быть, ну, свернетесь там, это, ну, пытаются успокоить, но, как бы, ну, люди уже, как бы, до отчаяния доведены, столько лет терпеть, то есть, некоторые люди уже не дождались, то есть, некоторые умерли, дочке уже, то есть, уже со слезами на глазах, и ждем, то есть, ну, до Победного собираемся ждать, как бы. То есть, вы отсюда не уйдете, пока вам не дадут каких-то конкретных гарантий, каких-то уже таких настоящих обещаний, не пустых, а реально контролируемых, правильно я понимаю? Да, конечно, да, то есть, мы будем сидеть до Победного, если даже, это будет осенью, мы будем осенью, зимой мы поедем и заселим все свои квартиры, недостроенные. Коль скоро вы здесь серьезно и надолго, и, судя по всему, этот процесс затянется, тогда как вы будете голосовать по поводу по праву Конституции, и вообще будете ли, и, ну, есть ли у вас какое-то собственное мнение на этот счет, я имею в виду, ну, связанное с вашей ситуацией, насколько вот эта вся ситуация, она нивелирует доверие вот к этим всем процессам, то есть, или вы пойдете и будете голосовать, или вы не пойдете и не будете голосовать, это какая ваша позиция? Ну, насчет этого, ну, не обсуждали по праву Конституции, но, скорее всего, нет, потому что, ну, и время на это тратить, как бы, и неохота, и... Понятно. Будем ждать. Ну, очевидно, что эта вся ситуация в целом, она, конечно, ну, условно говоря, доверия властям не добавляет, это, безусловно, то есть, тут, наверное, даже это не вопрос, а, скорее, как бы, риторическое утверждение, ну, я желаю вам добиться ощутимых результатов вот в этом, по крайней мере, процессе сейчас, не ведитесь на пустые обещания, вы уже люди опытные, вы 6 лет их слушаете, я надеюсь, вы умеете их отличать одни от других. Судя по всему, дольщики действительно настроены решительно, судя по всему, они научились различать ложные посулы, привязанные к каким-то избирательным процессам, от реальных обещаний, посмотрим, насколько им удастся последовательно выдержать свою позицию, но, кроме того, что нам удалось с ними поговорить и более или менее понять их позицию на данный момент, нам впервые удалось попасть на строительную площадку, посмотреть вот эти дома в 10-м и в 5-м квартале, те три дома, о которых идет речь, и которые, ну, во многом готовы, в 10-м квартале дома готовы практически на 70-75%, дом 5-2 готов в меньшей степени, но тоже достаточно готов к тому, чтобы его достроить на небольшие деньги. Меня, честно говоря, поразила та ситуация, которая вот сложилась на этой стройке, она во многом, конечно, иллюстрирует тот профессионализм, который был заложен изначально у исполнителей этой стройки, я имею в виду господина Комлева, который никогда ничего не строил до вот этого объекта и вдруг получил такой золотой билет. Вот эти лежащие под открытым небом уже много лет японские панели, которые должны были по проекту установлены быть на фасады этих домов, панели эти уже развалились, от них отпали все силиконовые прокладки и строители говорят, что использовать их уже теперь невозможно, можно только выбросить. Тот факт, что дом, например, в 10-м квартале и 1-й и 2-й, уже второй раз на них сменили фасады, и это тоже большие деньги истраченные, и строители говорят, что если в этом сезоне не загерметизировать верхние кромки этих фасадов, то через год придется делать третий раз фасад в этих домах. Все это говорит о какой-то жуткой абсолютно бесхозяйственности, о непонимании процессов, о том, что люди готовы закапывать миллионы и десятки миллионов рублей в землю, лишь бы не выполнить свои работы, лишь бы не показать то, как на самом деле проходили деньги внутри вот этой всей истории. Кроме всего прочего, конечно, хотелось бы отметить, что суммы, которые необходимы на достраивание вот этих конкретных трех домов, она незначительная. В целом на 400 квартир нужно истратить менее 300 миллионов рублей, которые теоретически можно найти, если повнимательнее присмотреться к активам семьи Комлевых, поискать настойчивее эти активы, куда они делись, куда в конце концов пропали эти 2 миллиарда. Да и следствию, наверное, следовало бы позадавать вопросы и Качкаеву, и Броверману, и многим другим представителям вот этого фонда «Жилье для российской семьи» и семье Комлевых и прочих, и прочих. Но, судя по всему, следствие, конечно, не заточено на то, чтобы реально найти виновных, найти деньги, куда они делись, потому что 2 миллиарда рублей бесследно в природе не растворяются, они всегда оставляют за собой следы. Вот по этому-то следу как раз и не идет ни следствие, ни власти республики, ни власти города Уфы. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok